Москва дрожит от грохота танковых гусениц, гулореактивных двигателей и ружейных залпов. Павел Решко. Неусаяк Польска. Польша. 10 мая 2018 года. Все начинается за долго до парада, тренировки, прогоны и, наконец, генеральная репетиция на Красной площади. Все совершенно естественно, ведь это не какое-то проходное мероприятие, а демонстрация сплочности нации и государственной мощи, а заодно серьезная логистическая задача. В этом году в параде задействованы 12,5 тысяч человек, танки, машины-амфибии, гаубицы, в целом, 120 единиц техники, и самолеты. Бьют кремлевские куранты, гремит священная война Александра Александрова. Флаг. Приветствие Сергея Шойгу. Здравствуйте, товарищи. Здравия желаем, товарищ министр обороны. Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы. Ура-а-а-а. 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 Посмотреть парад вживую может ограниченное количество людей. Приглашение раздали около тысячи, за места на балконах, с которых можно увидеть только готовящиеся выдвинуться на площадь технику. Просили огромные суммы, а на телеэкранах, весь мир, например, в эфире кремлевского канала РТ. Однако самое интересное, что происходит 9 мая, это даже не парад. После него нужно как можно быстрее отправиться в городской парк. Я ходил на Поклонную гору. Там собираются нарядно одетые люди, красивые платья, высокие каблуки, костюмы. На мальчиках – отглаженные брюки со стрелками, на девочках – белые блузки и банты, напоминающие пропеллеры. Все несут в руках цветы и охотятся на ветеранов. В первую очередь все ищут участников Великой Отечественной войны. Но ведь были еще Афганистан, Чечня, Украина, Сирия. Власть заботится о том, чтобы Россия никогда не испытывала недостатка в ветеранах. Никто не заставляет россиян нарядно одеваться, покупать цветы и идти в парк. Они делают это спонтанно, позовусь сердца. Это нужно увидеть, чтобы понять Россию. Социологические исследования подтверждают существование такого явления. По данным в ЦИОМ, 9 мая занимает первое место среди любимых праздников россиян, обгоняя, как неудивительно, даже Новый год. Такая стратегия не соответствует завету Цицерона, говорившего, что история – это учительница жизни, но зато дает политические козыри и позволяет спокойно праздновать. Этот вечер стоит провести на газоне в парке, послушать аккордеон, съесть вяленые рыбы, выпить пару сотен граммов за победу, отдохнуть и даже покричать «Ура!». Субтитры создавал DimaTorzok